МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таким образом, он стал пятым в списке богачей США с 37 миллиардами долларов в активе. На второй позиции закрепился владелец Фейсбука Марк Цукерберг за год, увеличив свой банковский счет на 13 миллиардов 600 миллионов долларов. Теперь в его распоряжении сумма в 25 миллиардов 800 миллионов. Замыкает ройку глава интернет-магазина Амазон Джефф Безо. Его состояние составило 36 миллиардов 600 миллионов долларов, увеличившись за год на 13,3 миллиарда долларов. С заключения Apple контракта с крупнейшим китайским оператором сотовой связи China Mobile не означает, что яблочники станут лидерами в Поднебесной, считают эксперты. Все дело в том, что позиции Apple на рынке КНР не слишком сильны. Сейчас доля компании всего 6%, при том, что у основного конкурента южнокорейского Самсунга 21%. Более того, корпорация Тима Кука уступает и местным производителям, таким как Lenovo, Yulon и Huawei, занимающими 13, 11 и 9% рынка соответственно. К тому же стоимость так называемого бюджетного iPhone 5C весьма велика. Для китайского потребителя он обойдется в 733 доллара, поскольку покупка не субсидируется операторам. Так что даже огромный абонентский актив China Mobile, превышающий 700 миллионов пользователей, не означает скорую победу Apple в битве за китайского потребителя. Сети ресторанов быстрого питания McDonald's считает фастфуд вредной для здоровья пищи и даже предостерегает своих сотрудников от ее частого употребления. На предназначенном для персонала компании в внутреннем сайте MacResourceLine появились изображения, на которых наглядно показано, какая пища является здоровой, а какая нет. С одной стороны изображен стандартный набор для того же Макдональдса. Кола, гамбургер и картошка фри, обозначенный как нездоровая пища. А вот вода, салат и сэндвич с другой картинки, по мнению авторов, вполне полезный набор. Как говорится в подписях к изображениям, фастфуд содержит много жира, сахара и соли. И частое употребление подобной пищи ведет к повышению риска ожирения. В компании уже заявили, что Макдональдс не советует отказываться от быстрого питания, а все выше изложенное всего лишь вырвано из контекста. Федеральным служащим США впервые за последние три года повысят заработную плату. Президент страны Барак Обама уже подписал соответствующий указ. Повышение заработной платы предусматривается как для гражданского, так и для военного персонала. Последнее увеличение было еще в 2010 году, тогда зарплаты государственным служащим подняли на 2%. С 2014 года заработная плата будет повышена еще на 1%. Зарплаты были заморожены в течение нескольких лет ввиду необходимости сокращения дефицита бюджета. Штат государственных служащих США в 2011 году составлял 4 миллиона 400 тысяч человек. Взымать налог с видеохостингов YouTube и Dailymotion призывает французские власти Совет по аудиовизуальным средствам страны. Полученные средства предлагается передавать французским и другим европейским кинокомпаниям. Распространяя профессиональный контент от крупных киностудий, YouTube и Dailymotion зарабатывают на рекламе, считает регулятор. В этой связи видеохостинги необходимо приравнять к ресурсам платного видео по запросу, платным телеканалам и телеком-операторам. Как сообщает агентство Prime, для обложения подобным налогом регуляторам придется выяснить, какова доля профессионального контента, к примеру, на YouTube, который является популярной площадкой для размещения видео от независимых авторов. Кроме того, Франция может наложить такие требования только на сервисы, сервисные центры которых базируются в стране. 6,5 миллиардов долларов инвестирует китайская национальная ядерная корпорация в строительство двух ядерных реакторов в Пакистане. Общую стоимость строительства реакторов оценивают почти в 10 миллиардов, в то время как их мощность составит 1100 мегаватт на каждый. Сейчас Пакистан ощущает нехватку электроэнергии в размере 3000 мегаватт. В конце ноября премьер-министр страны Навас Шариф пообещал сделать атомную отрасль главным источником электроэнергии в стране и к 2050 году нарастить мощности атомных электростанций до 40 тысяч мегаватт. Это все новости из мира экономики, о которых мы хотели вам рассказать к этому часу. Всего вам доброго и до встречи!